Всем привет, с вами Тома и в этом видео я хочу рассказать о некоторых пони новостях за прошедшую неделю. Пони лайф. На прошедшей неделе вышли 4 новых коротких эпизода пони лайф, а также на официальном канале продолжили публиковать промоушен ролики. В 25 серии по Ушен Мистери пони наконец задаются вопросом, откуда в холодильнике Пинки Пай появляются все эти странные зелья. Пинки утверждает, что они просто появляются сами по себе по ночам и она никогда не видела того, кто их приносит. Твайлет решительно настроена докопаться до правды, ведь она давно пытается повторить что-нибудь из этих зелий, но у нее ничего не выходит. И она даже потеряла свою библиотеку в этом мире из-за этого. Пони проводят несколько ночей в попытках поймать таинственное существо, приносящее зелье, но каждый раз все равно засыпают. И в конце серии нам показывают, что зелья появляются благодаря некому новому персонажу. 26 серия Сик Джей может не создавалась под влиянием текущей ситуации в мире, но точно очень актуальна в этом году. Пинки рассказывает подругам, что ей поступил ответственный заказ от принцессы Селестии, но тут же чихает и подруги настаивают, чтобы она шла отдыхать и не заражала других. Потому что Флутершай и Твалет уже валяются дома с температурой, и Пинки надо тоже идти отдыхать и не распространять заразу дальше. От заказа Пони вызываются сделать сами. Пинки оставляет рецепт и также большую поваренную книгу, если одного рецепта будет недостаточно. Пони уже готовы взяться за выпечку, но Эпплджек тоже начинает кашлять и ее аналогично прогоняют с кухни. Кексы предстоит делать только Рэрити и Рэймбоу Дэш. Они стараются следовать рецепту, но у них ничего не выходит. Болеющая Пинки из комнаты на верхнем этаже напоминает им о большой поваренной книге. Открыв книгу, Пони видят голограмму Пинки, которая говорит, что если у них ничего не выходит, то надо делать просто наоборот, чем написано в рецепте. В итоге Селестия остается довольно выполненным заказом. В 27 серии Мид Поушен Нова нас, наконец, знакомят с единорожкой Поушен Новой, которая является специальным персонажем этого спин-оффа. Несмотря на то, что она иногда появляется в кадре с крыльями, Поушен – единорог. Она делает зелья, которые в том числе приносят в сахарный уголок, и решила напрямую познакомиться с нашими Пони, потому что ей нужна их помощь. У нее закончилась основа для зелий, которую она берет в океане зелий, до которого путь не близкий. Подруги соглашаются помочь, ведь они как раз очень скучали и жаловались, что раньше у них были эпичные магические приключения, а теперь какие-то сплошные комедийные эпизоды. Особенно рада помочь Твайлет, которой серые будни наскучили больше всего. Она жаждет эпичности и магии, и, конечно, научиться делать зелье самой, отчего пытается напроситься в ученики Поушен. Подруги преодолевают нелегкий путь, правда, ничего эпичного или магического за время дороги так и не происходит. За исключением веточки, указавшей путь на развилке. Поушен говорит Твайлет, что магия, она вокруг нас, и она не всегда проявляется в чем-то эпичном. Сам океан зелий вызывает у подруг сильные впечатления, а Поушен соглашается по возвращению начать обучение Твайлет. И в 28 серии Potion Surfing Safari подруги решают подольше отдохнуть на берегу океана. Поушен предупреждает, что в море есть треугольник, в который они не должны заплывать, а в остальном они могут отдыхать, как хотят. Applejack очень воодушевлена возможностью совместного отдыха и пытается собрать остальных пони для какой-нибудь групповой активности. Например, вместе пожарить зефир у костра. Но вот незадача, всех больше интересуют какие-то другие дела. Почитать книжку, позапускать воздушного змея, поваляться на кровати и найти, наконец, пропавшие очки. Applejack пытается собрать всех вместе, но безуспешно. На следующий день она решает заставить всех заниматься общим делом сразу с утра. Однако подруги снова начинают отвлекаться, делать то, что больше интересно лично им. Applejack злится и сгоняет всех в одно место. Этим местом оказывается тот самый треугольник, в который они не должны были заходить. Япония затягивает в странное магическое место. Подруги сердятся на Applejack, и она признает, что переборщила с требованиями непременно отдыхать всем вместе, когда у всех такие разные интересы. Магия дружбы возвращает пони обратно на поверхность. На YouTube-канале вышло еще пара нарезок, одна целиком из уже показанных серий, а вот во второй достаточно много отрывков из будущих эпизодов, про то, как Potion будет обучать Twilight приготовлению зелий в том числе. Пони-ферма от Gameloft. Подходит к окончанию акция про супер-пони. Игроки, решившие взять наследие Луны, завершили историю достаточно быстро. Многие уже к середине недели, потому что дополнительные очки были весьма большими и ускоряли прохождение почти в два раза. Без лунного наследия забрать все обычные призы тоже было вполне реально. Хотя последний этап был достаточно сложный, и, например, я завершить его так и не успела. Отдельное видео по итогам уже есть на канале, ссылку я оставлю в описании. Также с этим обновлением увеличилось число пони, для которых надо собирать жетоны. Правда, жетоны эти выпадают в королевских шариках и с не особо большим шансом, что означает, что копить их придется достаточно долго. Новости игрушек. В зарубежных сетях уже начали появляться новые наборы игрушек, и в этом выпуске я хотела бы показать новые фигурки из набора Unicorn Party Present. Напоминаю, что это фигурки Кьюти Марк Крю, но с глазками в стилистике Пони Лайф. В набор входят 12 персонажей и аксессуары. В целом фигурки смотрятся весьма мило, но у некоторых наблюдаются странности с пропорциями нарисованных зрачков и радужек, плюс блестки в гривах крупнее обычных и не очень хорошо держатся на поняшках. Новая канцелярия от украинской фирмы Кайт. Дизайны этого года и немного прошлогодних, которые я тут до этого не показывала. Детские новинки с сайта Детского Мира. Туфельки и новая пижамка. Плюс в сети Детский Мир крупные скидки на старые аксессуары от фирмы Daisy Design. Если в ваших локальных магазинах их продукции уже нет, можно проверить магазины сети FixPrice. Там эти заколочки также уже видели по весьма приемлемой теперь стоимости. И скидки на больших базовых Equestria Girls добрались и до сети OK. Официальные комиксы. На этой неделе вышел первый выпуск кроссовера Мальдилпони и Трансформерс Friendship in Disguise. История начинается с самой ироничной шутки о том, что, конечно же, кроссоверы не являются канонами каких-либо вселенных, и подобность существует исключительно с целью развлечения. И дальше нас переносит к самому действу. Кризалис с остатками своей некогда большой армии пытается призвать перевертышей из других миров. Заклинание им удается, и из Кибертрона прибывают трансформеры, которые благодаря своей способности трансформироваться, по сути, также являются перевертышами. Пока Твайлетт знакомится с лидером автоботов, окрезались Десептиконов, поняшек в Мейнхэттене терроризирует прибывший туда Старскрим. Рарити пытается задобрить его и минимизировать ущерб для города, но на помощь приходит Арси. Девушки быстро находят общий язык и прогоняют Старскрима и его подручных. Конечно, знатокам обеих вселенных происходящее в комиксе будет куда забавнее и ближе. В серии анонсировано 4 выпуска. Это были все пони-новости, о которых я хотела рассказать. На этой неделе выходил необычный для меня ролик, попытка проанализировать основные моменты, на которых фанаты сериала Молитл Пони бросали его смотреть. Если еще не видели, ссылку я оставлю в описании. До встречи в следующих видео, с вами была Томо, пока!